Миллионы украли у людей. Жители одного из домов в Черногорске живут словно на пороховой бочке и с ужасом ждут вдруг рванут коммуникации. Виктор Бакламенко проводит неприятную экскурсию в подвале многоэтажки по Советской, 83. Показывая на трубах и вентилях свещи, ржавчину и грибок. Утечки по всему периметру дома. Жильцы начали бить в колокола ещё летом, загодя до холодов и написали жалобу в свою ЖУ-1. Получили ответ, ремонт сетей сделают согласно графику. Но как только в сентябре запустили отопление, тут же прорвало стояки. Люди сидели без отопления месяц. Там не в СГК дело. Вот лично в моей квартире, я живу в последнем подъезде, у меня тепло. А в других квартирах, в разных подъездах, холодно, прям по целым стоякам, вот так, сверху донизу. То есть разводка так сделана. Это ЖУ-1. Это они не хотят добросовестно работать. Это их. Жильцы утверждают, дом к зиме не готов. Теплотрасса у нас проходит по магазину, по подвальному магазину. Розлив весь в хомутах, где хомутов нету, там всё бежит. Дом к зиме не готовый, промывки дома не было. А сейчас, если давление дадут побольше, вообще разорвёт все эти трубы. Не получив обещанного ремонта, люди написали в Минстрой Хакасии. Специалисты ведомства накануне провели осмотр сети и выдали ЖУ-1 предостережение. На замену прогнивших труб коммунальщикам дали два месяца.